Посев семян огурца Джифи таблетки Что такое джифи таблетки? Конечно все знают, что джифи таблетки или торфяные таблетки Это таблетки, которые сделаны из спрессованного торфа В который уже добавлены минеральные вещества Дополнительно минеральные вещества И спрессованы они таким образом, что не только спрессованы А еще и упакованы в такую оболочку Эта оболочка может быть сетчатой Или вот как здесь из агроволокна Но в любом случае эта оболочка будет увеличиваться вместе с торфяной таблеткой Когда мы ее будем распаривать Суть в том, что эти таблеточки, вот такие, они очень компактные И дают они такой очень компактный стаканчик торфяной, своеобразный Торфяной стаканчик, в котором мы и посадим семена огурчиков Джифи таблетки бывают разного размера Эти вот 41 миллиметр диаметры 41 миллиметр Как раз такие, которые подходят для того, чтобы для кратковременного выращивания Вернее сказать, проращивания семян огурцов Вот у меня есть уже семена огурцов Вот они Я их вчера замочила И добавила препарат Байкал М1 Несколько капель И вот они у меня, ну фактически за сутки все проклюнулись Это огурцы сорта Лютаяр Очень мне нравится этот сорт Поэтому я буду его выращивать И в дальнейшем покажу вам, как развиваются растения этого сорта Значит, мы поступим следующим образом Для того, чтобы размочить джифи таблетки Я их поместила в емкость Эта емкость должна быть немного выше, чем предполагаемая потом джифи таблетка Потому что их нужно укрыть Чем предполагаемый стаканчик, джифи стаканчик И сейчас я залью эти таблетки довольно горячей водичкой Я делаю довольно горячую воду намеренно Потому что это позволяет еще и обеззаразить торф, который есть в джифи таблетках Нужно стараться наливать между таблетками Так, чтобы жидкость впитывалась Но таблетка вырастала, но не рассыпалась Потому что если лить вот так вот, смотрите, лить на таблетку сверху То некоторая часть торфа будет теряться Ну вот вы видите, что джифи таблетки на глазах подрастают А жидкость, которую я наливаю на дно пложки, впитывается Когда джифи таблетки достигнут своего максимального размера Я перестану наливать воду Дам охладиться этим стаканчиком Потому что в такой сильно горячей невозможно же опустить семечко И после того, как охладится эта жидкость В нее можно капнуть несколько капель стимулятора Или добавить немного раствора минеральных веществ Я этого делать не буду сейчас на первом этапе И когда остынут, буду размещать семена огурчика Вот мои джифи таблеточки остыли И сейчас я хочу разместить в них семена огурцов Для этого, так как у меня семена проросли Я не хочу обломать вот этот вот проросток корешка Я сейчас так палочкой немножечко подправлю углубление Если бы не было этого, можно было бы прямо туда отправить Подтолкнуть туда даже вглубь немножечко это семечко Но так как у меня они проросли уже Вот смотрите, видите, хорошо видно проросточки То я сейчас аккуратно разложу Причем даже не буду отправлять вниз А постараюсь вот так боком разложить эти семечки Чтобы не повредить корешок Ну и так как я буду раскладывать их Вот так аккуратно Я немножечко закрою их так же, закрою Вот Прикрою Можно присыпать небольшим количеством торфа Или грунта, который у меня имеется Значит в джифе таблетки я размещаю семена огурцов Не просто так И при этом нужно понимать, что не хватит этого объема грунта Для того, чтобы вырастить нормальное растение огурца Я сажаю в джифе таблетки, чтобы они просто проросли Для экономии места Потому что сажаю я их дома А повезу на дачу И уже на даче, когда появится первый настоящий листочек Повезу их на дачу До такого состояния растения Грунта В этих джифе таблетках достаточно Разложу, а то потеряю где положила, где нет И нужно потом высадить Я уже потом высажу в грядку Как раз потеплеет Я посмотрела прогноз погоды Не предполагается никаких заморозков Как раз потеплеет И я тогда уже высажу в грядку И накрою в грядку в теплицу И не обогреваемую И дополнительное укрытие сделаю И таким образом, я думаю, у меня получится получить огурцы уже в мае Но мы будем следить за моей рассадой Я буду снимать видео о том, как развивается эта рассада И по времени мы будем знать, сколько времени нужно для проращивания этих семян И что делать Это очень хорошие, сильно рослые огурцы партенокарпические То есть их нужно еще правильно будет сформировать Ну, для того, чтобы получить урожай И я хочу получить ранний урожай Ну, будем работать над этим Вот, я закрыла все семечки огурцов Теперь накрою эту плошку Можно накрыть целлофанкой Я накрою вот такой прозрачной крышкой И поставлю в темное место для проращивания Посмотрим, они должны прорасти уже где-то на третий день Аналогичным образом я хочу посадить для проращивания семена арбуза Я хочу посадить арбуз карнаката F1 Здесь в упаковке всего 8 штук их Ну, вот я эти 8 штук сейчас отправлю в торфяные таблетки Для того, чтобы арбуз пророс Вот, смотрите, здесь у этого арбуза обработанные семена Поэтому я их не замачивала Они обработанные и очень меленькие Но обещают, что арбузы должны быть весом 10 килограмм и более Значит, вот я разделила Ложку подписала 8 таблеток у меня будут посажены семена арбуза А в эти таблетки посажу семена кабачка Вот, беру сейчас семечко И узким кончиком отправляю вниз Вот так пальчиком подтолкну На глубину где-то 1-1,5 сантиметра Вот так поступлю со всеми семенами арбузными И посмотрим, действительно ли будут такие арбузики, как обещают В нашей зоне арбуз вырастить Я живу в Полесской зоне Вырастить арбуз довольно сложно Но возможно И уже несколько лет подряд я выращиваю арбузы Но этот сорт у меня впервые Посмотрим, что из этого получится Вот 8 семен арбузиков я посадила И сейчас точно так же посажу кабачки У меня кабачок Аймаран В этот раз я хочу посадить Мне очень нравятся эти кабачки Они очень нежные и очень обильные урожай дают Я сейчас посажу 3 штуки кабачка Ну вы видите, что у кабачка, конечно, семена покрупнее Но для проращивания я тоже использую торфяные таблетки На глубину где-то 2 сантиметра заглубляю И семена кабачка кавили Точно так же пророщу в торфяных таблетках Я пометила на плошки Где какие я сажаю сорта И думаю, что не ошибусь В прошлом году кабачки кавили и аймаран У меня плодоносили до конца сентября С конца мая Они уже заплодоносили Я их в это же время примерно посадила С конца мая до конца сентября И были очень хорошие, вкусные, свежие кабачки Тоже сейчас накрою Или крышкой, или целлофановым пакетом И отправлю на прорастание Вот я сейчас закрою Целлофановым пакетом Для того, чтобы наши стаканчики не пересыхали КОНЕЦ Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова